Всем огромный-огромный привет! Сегодня я снимаю такой домашний влог, свой домашний, рутинный влог, жизнь мамы двоих детей, в общем, сегодня у меня все как у всех, немножечко уборки, немного готовки, в общем, я уже брала квартиру, сейчас у меня в планах почистить диван, будем вместе с вами чистить, мне нужно его пропылесосить, и там у меня Лиза ела шоколад, и наляпала набивки шоколадом, хочу попробовать парочистителем почистить. диван, ну и пропылесосить мне его нужно, потому что у нас Марсель стал линять, сейчас весна, и, в общем-то, теперь пылесошу диван я очень часто, потому что он любит полежать, посмотреть с детьми телевизор, в общем, дети смотрят мультики, а он у них там лежит, нежится, так что пойдемте вместе будем с вами прибираться и готовить. Пылесосить диван сейчас буду Дайсоном, также хочу пропылесосить подушечки, и вот здесь вот, вот-вот-вот, Лиза ела шоколад, и, в общем, вот это надо будет почистить. Сейчас сначала пропылесошу, потом почищу, у меня вот такая вот насадочка специально для мебели, очень удобно, и классно этот пылесос на самом деле работает, пылесосит. Сейчас быстренько пропылесошу, и потом достану пароочиститель. Пылесосит 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Диван я очистила буквально за 2 минуты с помощью парочистителя справилась Сейчас эти пятнышки подсохнут И я поставлю сюда подушки И все в общем будет готово С диваном я разобралась Вот уже здесь все высохло И все чистенько получилось Ну и Марсель как всегда уже конечно же здесь Самый главный помощник мой Да Марсельчик? Молодец, молодец, хороший песик Все подушки я тоже поставила на место Ну и теперь через пару дней можно будет снова пылесосить Потому что этот красавчик ну очень уж любит находиться на диване Сейчас я готовлю суп Это будет куриный суп с вермишелью У меня уже на плите готовится куриный бульон Здесь я нарезала картошку прям меленько-меленько По приправкам это будет вот такая приправа универсальная Дети обожают с ней суп Немного перца, соль И также добавлю вермишельку Ни лук, ни морковку я не добавляю Потому что дети не любят Но вот в этой приправке, кстати говоря, все есть Вот кому интересно И получается очень-очень вкусно Сейчас у меня отварятся куриные голени Я их отделю кости от мяса Закину картошечку, все приправки И минут за 5 до готовности я добавлю вермишельку Она готовится очень-очень быстро Ну и уже при подаче зелень Вот такой вот будет быстрый обед Вот такой вот вкусный супчик у меня получился Я добавила еще свежую зелень Сейчас пообедаю А потом мы с вами будем готовить печеночный торт У меня здесь уже все подготовленное Все нарезала, подготовила Так что сейчас поем И продолжим с вами вместе готовить Приятного мне аппетита Итак, сейчас приступаем к приготовлению печеночного тортика У меня здесь печенка куриная Грибочки и лук с морковкой Вот эти вот мне понадобятся для начинки У меня будет два вида начинки Я грибы поджарю с небольшим количеством лука И лук с морковкой отдельно пережарю Так, и здесь у меня еще морковка, чеснок и лук Которые пойдут, собственно, в само это тесто для печеночного торта Что я буду делать Сейчас я морковку с луком обжарю для начинки И грибочки с луком обжарю для начинки Затем сделаю уже тесто в измельчителе Значит, печень с овощами измельчу Потом к этой массе добавлю еще два яйца И пару ложек муки Ну и, конечно же, соль, перчик И все Получится у меня масса, из которой я буду жарить блинчики Такие большие, знаете, как коржи для тортика И затем будем с вами уже собирать этот тортик Я уже готовлю печеночную массу Здесь у меня одна порция уже сделана В общем, я всю печень и все овощи делю обычно на три порции И вот такими небольшими объемами перемешиваю в измельчителе И получается вот так вот И овощи все измельчились И печенка все однородно получается В общем, сейчас доделаю Первая начинка у меня уже готова Вторая это грибочки с луком у меня доготавливается Обжаривается уже Сейчас доделаю вот эту массу И будем выпекать с вами печеночные блинчики Я уже переработала всю печенку Добавила соль, перец, 2 яйца, муку Сейчас это все ложечкой перемешаю И можно будет уже жарить блинчики Вот такой вот консистенции получается тесто И выпекать я буду на хорошо разогретой сковороде Под закрытой крышкой Вот такие небольшие блинчики я обжариваю с двух сторон Лучше делать их, знаете, не на всю сковороду Потому что, ну, потом бывает очень тяжело их переворачивать Они начинают ломаться Поэтому я делаю такие не на всю сковороду Лучше пусть тортик будет выше Или можно сделать два тортика Но зато он будет целенький И ничего страшного, если у вас не получаются Лепешечки прям ровно-ровно идеальные Вот у меня, видите, тоже они такие не идеальные Теперь каждый блинчик печеночный Я промазываю майонезом И сверху майонеза уже накладываю начиночку Дальше еще блинчик, майонез, начинка и так далее И начинки, так как у меня две, то я их чередую Вот так вот это выглядит И сейчас сверху я положу еще один блинчик Вот так вот И все действия повторяю, пока у меня не закончится начинка и блинчики Вот такая красота у меня получается Вот слои Тортик у меня получился довольно высокий Потому что я сделала в этот раз много начинки И сейчас я его уберу в холодильник Обязательно, если вы будете готовить этот печеночный тортик Он как закуска, как самостоятельное блюдо Очень-очень вкусный Если будете готовить, то готовьте заранее Хотя бы за часика три Чтобы он успел в холодильнике постоять Пропитаться И все вкусы соединились И верхний слой я просто промазываю майонезом Чтобы он не был сухим Но не выкладываю начинку Так как, ну, она, знаете, так Немножечко подветривается Засыхает В общем, получается не очень Так что я просто смазываю майонезом Убираю это все в холодильник Детям я еще пожарила вот такие вот печеночные оладушки У меня еще четыре штуки там дожариваются Так как они не едят печеночный тортик Но с удовольствием едят вот такие вот оладушки Это просто из той же массы, которая у меня осталась Я вот пожарила вот такие вот малышки Дети их просто обожают Особенно дочь у меня просто фанатка Она может вот за раз штуки три точно съесть После готовки у меня остался вот такой вот беспорядок Сейчас мне нужно будет разобрать мойку Помыть то, что не моется в посудомойке Но здесь у меня только сковородки Помою сковородки, остальное все загружу в посудомойку Разберу тоже здесь все И надо будет еще хорошенечко почистить, протереть столешницу Ну вот как-то так В общем, в целом я прибралась, разобрала мойку Потом разобрала вот здесь все Столешницу помыла и приготовила себе чаек с лимоном Также загрузила в судомойку Вот такие вот у меня сегодня были грандиозные дела Честно говоря, я немножечко устала Потому что мы успели и с детьми нагуляться И с собакой два раза уже погуляла И в общем-то сейчас беру свой чаек И отправляюсь немножечко отдохнуть Идеальным завершением этого дня для меня стала горячая ванна Я ее сделала с морской солью и с пеной Очень люблю принимать ванну Но получается у меня это очень редко Наверное, как и у любой мамы Ну а на этом я хочу с вами попрощаться Пожелать вам всего самого-самого наилучшего До новых скорых встреч Пока-пока